Великое производство – это имидж нашей страны, горизонт, видите, в советские времена горизонт – это вообще заоблачная была компания, хорошо, что сохранили ее. Словом, вот я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные и трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали, как раньше это за ваучеры и прочее, жуликам эту собственность не отдали. Ну, захотите когда-то без меня, конечно, продаться – продавайтесь, но я не намерен продавать горизонт, я наоборот считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник, а прибыль там слабенькая, раз, бросил его люди на улице. Государство, когда за спиной стоит, тогда есть и какое-то развитие. Если уже говорить об этой пандемии, нам нужно работать. Вот я первый раз на заводе холодильников столкнулся с тем, что они начали благодарить меня за то, что они закрылись, потому что все закрылись, особенно Россия, и холодильников нет. И он говорит, впервые за всю историю завода-холодильников мы туда проезжаем с руками, ногами покупают холодильники. Вот Юрий Иванович говорит, что точно так и с вашей продукцией. То есть кризис – это всегда, как мы говорили, время возможностей. Это не только проблемы и беды, это время возможностей. Вы воспользовались этими возможностями. Вы работаете сегодня день и ночь, спрос есть, на складе никаких залежей нет, и это то великое дело, которое вы сделали. В этом плане мы прошли этот путь, прошли этот период, оказались выигрыши. И то, что мы в истекшем году по валу внутреннему продукту не доберем 0,9-0,8, может и 0,5 не доберем, но ни одна страна в мире на эти показатели не вышла. Все рухнули, даже Евросоюз с середины года на 12-11% упали, потом чуть-чуть поднялись. Россия планирует на 5-6% упасть, но не на 0,5%, как Беларусь. Это благодаря тому, что они закрылись и работали.